У меня память довольно хорошая. Первое такое яркое воспоминание из своей жизни, это мне было два года. Это еще не зашкварные истории, просто я рассказываю, что у меня хорошая память. Так вот, мне было два года, меня повели в детский садик, и я фотографировался с обезьянкой. На мне была такая модная футболка с черепа... нет, кофта с черепашками ниндзя. И я помнил, в детском садике на кафеле, на плитках была сцена, по-моему, из львенка и черепахи. Ну и, собственно, вот эта фотка, мне здесь два года, я такой был щекастенький, вот та кофта с черепашками ниндзя. Это, по-моему, Рафаэл, да? Она мне нравилась, она была прикольная. Короче, на самом деле, конечно, я осуждаю такое вот использование животных, блин, и цирки осуждаю. Я вот никогда в цирк не пойду, если там будут животные. Контактные зоопарки, зато всё это вообще не моя тема, мне это прям неприятно. Блин, 21 век, в цирке медведь катается на велосипеде, что... Это я к тому, что память у меня хорошая, и некоторые моменты я прям запомнил в больших подробностях. Ну что ж, начнём. Какие-то такие зашкварные истории, связанные с детством. Как я говорил, я учился в пяти разных школах. Соответственно, жил в пяти разных городах, посёлках, деревнях и так далее. Причины таких вот частых переездов самые разные были, но не суть. И, в общем, буду прям рассказывать по классам. В первом классе я отучился полгода в маленькой деревушке. Не, ну, в смысле, потом доучился уже в большом городе, 50 тысяч человек. Ну, короче, начал я свою учёбу в маленькой деревушке. Названия говорить населённых пунктов не буду. Как говорится, все имена вымышленные, все совпадения. Это лишь совпадения. Короче, деревушка реально была супермаленькая, но население где-то человек, наверное, 600. Около того. Это были лютые 90-е. Мне кажется, там сейчас ещё меньше народу живёт. Из всех достопримечательностей той деревни... Сейчас, секундочку, кое-что закрою. Так вот, из всех достопримечательностей той деревни мне запомнилась здоровенная кирпичная водонапорная башня. Прямо посреди деревни. И памятник самолёту. Я всегда мечтал туда залезть, в кабину. Кабина была открытая. И, гляну, что там такое? Я, может быть, мечтал улететь нахер из страны. Всё-таки 90-е были жестоким временем. Но не получалось, потому что я был довольно мелким. Так вот, всё, что мне запомнилось, например, из школьных лет того времени, то, что у нас был мальчик, опять-таки, без имён, и он считал на пальцах. То есть, в втором этапе, типа, два, плюс один, получается, раз, два, три. Постоянно он их слюнявил ещё, к тому же. И для меня это было странно, потому что меня мама научила читать и считать ещё до школы, в детском садике. Соответственно, мне он казался, типа, чувак, ну ты чё, серьёзно? Ну, три плюс пять, восемь, можно тебе подсказать. И у него постоянно были грязные пальцы, капец. Вот ещё мне этот чел чем запомнился. Однажды я пришёл к нему в гости, и у него сушилось, ну, скажем так, укроп. Да, он высушивал укроп, скорее всего, у него на его родители. И он говорит, Антон, а может быть, сделаем самое круточку? Я говорю, давай сделаем. Ну, потом, конечно, мы когда бахнули, нас спалили, дали там по губищам. Ну, в общем, такие вот истории. Особо, то есть, каких-то прям, ну, много я чё помню, но какого-то такого прям жести не помню. А, вот что было. Была у меня подруга, реально очень близкая подруга. Опять-таки, называть не буду имена в той деревне. То есть, нам было лет по шесть. И мы когда гуляли с ней вместе, постоянно вот этот, не знаю, может быть, сейчас современные школьники такую даже песенку не помнят. Но нам постоянно пели, типа, жених и невеста, теле теле тесто. Всё, что я о ней сейчас знаю, то, что она живёт в Москве. У неё там дети, муж, соответственно. В общем, поднялась. Я вот до сих пор втуле. Ну, ладно, короче. И вот у, так сказать, ниже упомянутой водонапорной башни мы, ну, дети ещё, я не знаю, 90-е, чем было? Вот сейчас вот говорят, типа, ой, плохо, дети должны гулять, компьютеры, гаджеты, планшеты. Это плохо. Нет. Нет, если у нас были бы компьютеры и гаджеты, то, что сейчас я вам расскажу, этого бы не произошло, скорее всего. Короче, мы... Это жесть. Я не знаю. Там, короче, около водонапорной башни прям такая близлежащая территория была камнями забросана, таким гальком. Нет, не галька. Такие белые камни. Не знаю, как они называются, но не галька, нет. Галька, она лёгкая. А это прям какие-то такие камни, ну, такие мини-булыжники. То есть, ну, в руку детскую помещались прям идеально. И мы, где-то человек пять, может быть шесть, может быть больше, может быть меньше, точно не помню, решили поделиться на две команды и кидаться друг в друга камнями. Жесть. Просто и я камнем этой девочки снес нахер черешню. Я не шучу, прям, так сказать, до сока, понимаете? И, конечно же, я обосрался и убежал домой. И, что самое интересное, ничего не было мне. Типа, ко мне не пришли её родаки. Может, она меня не выдала? Мужик. Единственное, что я помню потом, когда она вернулась из... Ну, получается, это райцентр, да, был, то есть город, и это был район, да, райцентр. Из больницы с привязанной головой, как в песне. А молодого, что там танкиста, несли с пробитой головой. Короче, и нас училка сказал, ну-ка там, дети, обнимитесь. Вот такие были лютые девяностые, представляете? То есть сейчас бы из-за этого, наверное, был бы скандал, суды и так далее. Там, не знаю, там программа, пусть говорят. Второй класс в райцентре. Там ничего такого не было. Но было два случая, которые прям мне очень неприятно вспоминать. Первое, мне почему-то забожилось, захотелось резко иметь черепаху... Нет, не черепаху. Черепаха была потом. Ящерицу. Ящерицу. И один чувак сказал, Антоха, я тебе найду ящерицу. И, типа, попросил меня за это 10 фишек. Ну, тогда были такие капсы, фишки, называли мы их бумажные. И в них играли все, вообще просто все в них играли. Некоторые учителя считали это азартной игрой, отбирали и так далее, выкидывали. Но в них играли все. Если вы мой ровесник, вы понимаете, о чем я. Фишки в то время это было просто... На всех переменах все сидели и рубились в фишки. Мелкие, взрослые, все играли в школе в фишки. Ну, соответственно, кроме учителей. Хотя, может, они тоже играли. Короче, и он принес мне эту ящерицу в банке. Я ему отдал фишки, и я эту ящерицу бедную положил в рюкзак. Просто, блин, какой же я ублюдок. Блин, мне стыдно, реально. И потом, видимо, кто-то разболтал это на уроке. И училка сказала, так, Антон, я знаю, что там у тебя ящерица в рюкзаке. Ты что, дурачок? Выпусти ее нахер. Ну, и, короче, я пошел ее прямо на уроке выпускать в траву. И она, короче, уползала. Не знаю, может, она померла. Не знаю, что вообще это за ящерица было. Ну, короче, мне стыдно. Мне люто стыдно. А второй раз мне уже родаки черепаху подарили. Маленькую-маленькую, сухопутную, наверное, какую-то в этом... Она помещалась в спичечный ящик. Коробок. И поначалу она мне нравилась. Потом мне почему-то... Возможно, это был такой флешбек после ящерицы. Мне стало ее жалко. Я подумал, блин, а какого хера она живет у нас дома? Давайте ее отпустим. Я ее отпустил. Мне кажется, она померла серьезно. Потому что вряд ли она была готова жить в городе. Да, вот такой вот я был. Потом опять переехали. Переехали уже в Тульскую область. Опять-таки, ну, так сказать, в поселок городского типа. Название говорить не буду. Но, в общем, это уже Тульская область была. Население поселка где-то тысяч 10 уже человек, кстати. Да, 10 тысяч. Короче, и там была одна история, которая прям, ну, мне очень неприятно ее вспоминать. Опять-таки, это все было от безделия. В принципе, я был довольно спокойным ребенком. Хорошо учился и так далее. То есть, какой-то жести не творил. Но от безделия порой мы занимались такими вещами. Как ты вспоминаешь, у меня просто волосы. Если бы были бы, встали бы дыбом. Короче, с одним чуваком довольно... Мы пошли на окраину поселка кидать камнями в проезжающие машины. Зачем? Просто зачем? Ну, мы кидали так, как бы стараясь в них не попасть. То есть, над машинами. Ну, не знаю. Ну, по приколу, наверное. Я не знаю. Но, короче, мы кидали минут 20. Ни в одну не попали, соответственно. И нам просто было весело. Это был третий класс. Получается, нам было лет по 9. Это было лет двух... Начало нулевых, наверное, было. И, короче, Херакс потом с дороги сворачивает машину. Где-то что-то типа пятерки. Синяя, помню. Синяя или фиолетовая. Что-то такое, какой цвет. И тот чувак, уже в стоящую машину, которая припарковывается, берет и кидает камень. И попадает прямо ей в дверь. Серьезно. И мы, конечно же, дико обосравшись, начинаем бежать. Я не знаю, почему мы остановились и забежали. Знаете, такие были под дорогами. Такие трубы. Я не знаю, как это называется. В общем, идет труба. Сток, наверное. Не знаю, короче. Ой, идет дорога. И труба такая сквозная под дорогой. Наверное, это называется сток. Я хз. Я дороги не строю. Короче, мы туда забежали и там стоим. Нет бы дальше бежать, спокойно там путать следы, разделиться. Нет, мы просто метров 50 отбежали и решили там спрятаться. Это было так тупо, капец. И, ну, само собой, нас нашли. Схватили за уши. Там парадокам повезли. Для меня это был просто ужасный день. Я весь день сидел дома, молчал. Я был в таком махере. Короче, там ремонт вышел на 300 рублей. Сейчас, конечно, 300 рублей это смешная сумма. Но тогда, 20 лет назад, это были приличные деньги. Опять мне написывают и оскорбляют меня в комментариях ВКонтакте. Ничего себе. Короче, я на следующий день проснулся и меня мамка отправила в магазин со списком, ну, короче, купить еды. Я даже думал, что мне это все прияснилось. Но нет, не прияснилось. Я вот до сих пор это помню. Это прям для меня такой неприятный день. Просто я прям... Ну, тогда были времена такие прямо очень бедные. И, грубо говоря, я подставила родаков очень сильно. Мне прямо очень неприятно. И еще одна история из того же времени, из того же, так сказать, поселка, связанная с тем же чуваком. Короче, знаете, такие были качели. Не такие, которые вот так вот держишься, да, за них. А когда вот перед тобой руль. И поджопа у тебя такая квадратная сидушка на железной херне. Конечно, это вообще небезопасно. Когда отрывается деревянная сидушка и остается просто железный квадрат с четырьмя углами. Очень острыми. И, короче, он на этой качели качался. Мимо проходила девчонка. Наша ровесница. Довольно симпатичная, так сказать. Вот. И как... Ну, я явно этого не хотел, потому что качели же на месте стоят. Ну, я не знаю. Может, она по сторонам не смотрела. И, короче, как он ей бабахнул прям сбоку в челюсть. И там просто весь двор сбежался там. Я видел все это издалека. Там что-то кровище, говнище. Думаю, господи, ужас. Ну, короче, потом ходила долго перевязанная вся там. Я не знаю, мне кажется, у него просто зубов не осталось. Это были молочные, скорее всего. Но, тем не менее, мне кажется, там шрам на всю жизнь. Но потом я, короче, уехал. И дальнейшую судьбу этой мадам, я не знаю, что это же имя, честно говоря, я ее не помню. Вот. Потом я уже переехал в Тулу. И, в принципе, ну, какой-то прям жестяной жесть, наверное... Так, что-то у меня в плане стоит. Ага, менты, пьянка, гаражи. Какое интересное описание. Да, такие были времена. Ну, какой-то жесть уже, наверное, прям жестяной. Ну, жестче, чем то, наверное, уже не будет. Короче, в классе в четвертом была девочка. Опять-таки, не называю имен. Но девочка была прям таки, ну, сами понимаете. Короче. И у нас было чаепитие. И мы такие смотрим, она как бы встала и ушла. А мы продолжаем пить чай. Типа, чё такое? И потом ее подруга. Тоже девочка довольно странненькая такая. Ну, так сказать, внешне она была похожа на моль. То есть, вот представьте себе, человек-моль. Она даже однажды на уроке заснула. Серьезно. Но неважно. И вот ее подруга такая приходит. Говорит, а, там эта обосралась. И ходит. Нормально так подругу сдала. И, короче, она прям в штаны нахерачила, короче, эта девочка. Называть имя не буду. И я даже пытался найти ее в ВКонтакте. Просто интересно, как ее жизнь изменилась с тех пор. Прошло уже сколько? Лет 16, получается. Да, не, такое 16. 18 лет прошло. Да, это был 2002-2003 год. Вот. И я помню, что она мне еще на уроке физры признавалась в любви. Это вот была первая девушка, которая мне призналась в любви. И последняя. Ну, в общем, не знаю. Я пытался ее найти. Может, она сейчас красавица. Просто прям мечта поэта, я не знаю. Но не нашел. А вот та девочка, моль, я ее находил в ВКонтакте. И она сейчас вроде бы опять-таки в Москве. Замужем за каким-то диджеем. Но ее внешность не изменилась. Она по-прежнему девочка, моль. Окей. Потом, что еще? Вроде бы, это вот четвертый и пятый класс. Я учился там. И вроде бы больше ничего такого прям уж не было. Что-то прям какой-то такой жести. Я не припомню. Просто катались на великах с друзьями. Это было прикольно. Потом я перешел уже в школу, в которой я, собственно, и закончил обучение. То есть с 6 по 11 класс. И там тоже какого-то прям такого жесткого дерьма не было. Разве что вот мне запомнилась такая тема. В 2007 году все резко начали заниматься паркуром. Даже девчонки. Просто какая-то тотальная безумие паркурная. И мы, одна из наших, так сказать, один из наших мест для паркурения были гаражи. Ну, там такие гаражи были, которые, я не знаю, там, как будто бы в этих гаражах... Как будто их построили, я не знаю, первобытные люди. Серьезно. Они такие были старые. Сейчас бы я туда никогда в жизни не полез. Потому что там один шаг в сторону, гвоздь. Не знаю, там, потом заражение, ампутация. Нахер, оно мне надо. Но тогда мы прыгали. Было весело, было здорово. С другой стороны, тогда я весил на 40 килограмм меньше. Я думаю, что от такого веса вряд ли что-то сломалось бы. Сейчас-то, конечно, я бы, наверное, проломил бы крышу точно. Короче, один раз мы с челом пошли там прыгать после школы. Мы вообще думали, что эти гаражи заброшены. Серьезно. Потому что они были прям, ну, совсем жопяные. Просто какие-то развалины. Но вдруг врывается мужик и говорит, вы что, охерели, школьники? И прям в меня кидает бутылку стеклянную. Мужик вообще, походу, был не в себе явно. Я как, я как, как сука Нео, серьезно. Прям все это вижу, уворачиваюсь. Она разбивается прям около моей головы об гараж, об железку какую-то. И мы с чуваком в рассыпную и домой. Я прибегаю домой. И только дома, начиная умываться, замечаю, что у меня мочка уха порезанная. У меня вся шея в кровяке. Я просто охерел. Ха, кажется, что мамка этого не увидела. Вот такая была история. Ну, в принципе, вот это были самые, наверное, такие спокойные годы. Я больше занимался учебой. Но, опять-таки, еще одна была история неприятная, связанная с этим делом. Короче, это был уже 10 класс. Но, сами понимаете, уже все взрослые ребятки. Это был последний день перед весенними каникулами. И мы с чуваками втроем решили, так сказать, это дело отпраздновать. Взяли три блейзера. По полтора. Ну, и бахнули, соответственно. А в тот день мы дежурили. Дежурили в раздевалке. То есть, выдавали одежду. Не знаю, может быть, в ваших школах не дежурят. Но у него не суть. Это была суббота. Нам казалось, что всем похер. Типа, ну, реально. Там у нас из класса пришло человек 10, наверное, в школу. И вот мы втроем дежурили. Ну, в общем, бахнув блейзухи на переменке, мы вернулись в школу и начали просто дико бурагозить. Бегать по школе, прыгать с лестницы, орать. И нам казалось, что мы незаметны. Ну, потом мы по домам разошлись. Короче, я пришел домой. Помню, в тот день я искал весь день. После этого, вернувшись домой, искал весь день по городу диск второго Сакрида. Такая была игрушка. Очень хотелось поиграть. Вот я нашел ее в итоге в конце. Пришел домой, играю, вечер. И Херакс тук-тук-тук домой. Я такой думаю, кто к нам в гости может прийти в 9-10 вечера? Слышу такой голос из прихожей. Типа, здесь живет Антон. Я такой думаю, что-то не то. И заходит, короче, один из моих этих товарищей, с которым я накидывался, и его ордаки. И начинается лютая жесть просто. Что делали? Где? С кем? Дыхни. Короче, это был такой развал кабины жесткий. Ну, само собой, мне запретили с ним общаться. Но, конечно же, мы общались дальше. И дальше попивали блузер. И так далее. Ну, блин, от родаков тогда влетело просто жесть вообще. Это тоже такой момент очень неприятный. Я там все каникулы в итоге дома сидел. Жесть. В принципе, наверное, после этого какие-то еще истории из школьных времен, я, наверное, даже не вспомню. Ну, разве что. Вот я уже рассказывал, как меня на выпускном... Или это был... Нет, это был последний звонок, да? То есть мы с чуваками, ну, всем классом просто стояли. Уже ночь была во дворе. Подъехал полицейский Бобик. Тогда, наверное, еще милицейский. Не помню, это был 2010 год. Вышла какая-то мадам, два мента. Говорят, что вы тут делаете? Мы просто стоим, чилим. Ну, в принципе, мы реально... Не, мы, конечно, выпили в тот день. Ну, как иначе? Но были все трезвые, не буянили. Это 100%. То есть... Ну, около нас стояла бутылка шампанского. Не наша. Она говорит, ну-ка, это ваше? Мы говорим, нет. Она говорит, а ну-ка, дыхните. Причем без каких-то там этих приборчиков. Просто дыхните ей в лицо. В итоге из всей этой компании всего лишь меня и другого кента, который опять-таки тогда блейзуху бахали, спалили, поставили на учет. Я там полгода отмечался. Штраф, это, рублей 200. Ну, короче, тоже такая ситуация неприятная. Но, честно говоря, мне уже... Вот тогда я уже... Мне уже было похер, по большому счету. В общем, такие вот истории. В принципе, больше ничего такого прям капитально жесткого я не припомню. Нет, на самом деле, было всякое, да? Но некоторые вещи не хочется рассказывать. Там они уж слишком личные, связанные со мной или с товарищами, или одноклассниками. Вот. Может быть, им будет неприятно. Вдруг они об этом узнают. Ну, в общем, были такие вещи. И мне будет неприятно, если я расскажу об этом. Короче, вот такие вот дела. Но то, что можно рассказать, я, в принципе, рассказал. Такие вот, друзья, дела были. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы это досмотрели до конца. В общем, до скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.